Вместо каникул погружение в будущую профессию учеников медицинского класса ждут лекции по безопасности, знакомства с клиникой и выбор лечебного отделения для прохождения практики. Какие задачи доверяют школьникам в больнице, узнала Наталья Цопина. Что делать, если кровь попала на кожные покровы? Как правильно обработать порезы? Почему в больнице необходимо работать в маске и перчатках? Сначала у 10-го медицинского класса лекция по технике безопасности. Только после нее могут допустить к работе в отделениях. Областная клиническая больница, крупнейшая медицинская организация. Только задумайтесь, что более 50 тысяч пациентов ежегодно проходят через стены, через головы, через сердца и руки сотрудников областной клинической больницы. Уже девятый раз в этом зале рассказывают о больнице ученикам медкласса. Первый набор был в сентябре 2015-го. В 170-й школе большое внимание уделяют практике. Что такое специализированный медицинский класс? Это углубленное изучение профильных предприметов, химия, биология. Опыт в 170-й школе – это прям погружение в профессию. После знакомства с клиникой распределяют по отделениям. В чистой хирургии есть. Давайте еще одного. Меня можно? Можно. Много желающих поработать в региональном сосудистом центре номер два, куда поступают пациенты с инфарктами и инсультами. Не боятся практики и в реанимации. В основном, конечно, радует то, что ребята хотят попасть туда, где работа действительно есть. Больше всего это, конечно, хирургическая служба, хирургические отделения, отделение офтальмологии, отделение трансплантации, чистой хирургии. Всем практикантам напоминают – фотографии в отделениях делать нельзя. Нежелательные наушники, часы, кольца, браслеты, маникюр. Впереди работа в качестве младшего медперсонала. С первого дня ребята должны увидеть всю и изнанку медицинскую, увидеть где-то боль, где-то горе человеческое. И с первого дня должны понимать, куда они пришли. Сегодня сбылась мечта Ивана Маслакова – попасть на практику в отделение челюстно-лицевой хирургии. У меня отец стоматолог, челюстно-лицевой хирург по совместительству. Я, наверное, лет со скольки-то решил, что я пойду в медицину. А потом понял, что мне интересна челюстно-лицевая хирургия и стоматология. Сначала знакомство с отделением. Старшая медицинская сестра Татьяна Держивицких рассказывает, где гнойные, где чистые палаты, почему школьников не сразу пустят в операционную и как правильно отвечать родственникам, которые будут звонить на пост. В общем, я вам все рассказала, что из себя представляет отделение, какие пациенты у нас. Все, и мы приступаем с вами к работе. Добрый путь вам. Наталья Цупина, Сергей Жданов. Новости ОТС. Продолжение следует...